Мы сегодня приехали в Агреа, это 5 километров от Волоса, в сторону Апилион. Там Волос находится. Сегодня 20 градусов, но пасмурно, шикарная погода, ночью прошел дождь. Мы любим, где походить можно, надо хотя бы километров 7 в день ходить. Многие дома люди держат для лета. Смотрите, какая охоженная территория. Церквушка на территории дома, помолиться, поставить свечку. Ежи и камни. Тут не очень хорошее дно. А вдалеке виден цементный завод. Самый большой в мире. Очень много морских ежей здесь. Но здесь же не пляжи, так, если заплыть сразу, не ходить. А дальше там есть зона, где нет ежи, именно пляжная. Таверна. И кофе можно попить. Какой островок. Полуостров уединенный для рыбаков. Тоже и солнце выходит. Тоже какой двор. Маленькие деревья. С апресинами. Закончилась эсфальтированная дорога. Пойдем по бронтовке. Входим на территорию от набережной, от планилисты, медикулярно, приливнет, вглубь пойдем. Сколько деревьев апельсинов. Камандарины. Сколько живностей гуляет. Сколько. Апельсинчики маленькие для сока. У всех куры, гуси, утки. Все, что хочешь. А вот мандарины. У них листики уже немножко, чем апельсин. Старая система для подачи воды. Сейчас тоже не все дома жилые закрыты. На лето люди только приезжают. Что-то цветет. Тут круглый год что-то цветет. Честно. Облажают домики и участки ухоженные. Это сад Айвы. Ну и она уже собрана. На базаре еще продается. Но уже плоды собраны. Грецкие орехи тоже собраны. Еще один вариант дома. Назад возвращаемся. Вообще нет людей. Какие хризантемы красивые. Оливки позасыхали. Никто их не собрал. Зашли в огря попить кофе. Мы хотим внутрь посидеть. Куда бы вы ни пришли, сразу приносят воду. Такая разливная сфильтра, она с нее не берут плату. Камень есть. Сегодня они жалуются. Ну мы не хотим снаружи сидеть. Мы сидим внутри. Мы хотим снаружи. Мы готовы, а потом подождем. Мы можем снаружи. Мы хотим снаружи. То есть, вы любите ее, если вы хотите, чтобы вычислить. Продолжение следует... Продолжение следует...